Впечатляющий снегопад был сегодня в Москве. Убирать дворы и улицы, по данным городских властей, были вызваны 30 тысяч дворников и 6 тысяч различных машин. Водители в столичном регионе просят быть аккуратнее за рулем в таких погодных условиях. Подробный прогноз погоды представит наш дежурный синоптик Лариса Дрожжина. Лариса, здравствуйте. В чем причина такого похолодания к концу недели, начало которой было вполне комфортное для октября? Добрый вечер, Екатерина. Резкая смена погоды на европейской территории России связана с Атлантическим циклоном, который прошел по Арктическому побережью и открыл путь к холодному воздуху из районов Северного Ледовитого океана. Сейчас в регионе продолжается мощное похолодание, характерное скорее для начала ноября. Например, в Москве высота снежного покрова местами составляет 1-2 сантиметра, а это почти на три недели раньше обычного. В выходные дни в столице, как и во всем центральном регионе, пройдут осадки. В основном это будет мокрый снег. Днем плюс 1-7. В ночные часы термометры покажут в Подмосковье от минус 1 до минус 6 градусов, в северо-восточных областях центрального региона до минус 8. Температура воздуха останется на 3-6 градусов ниже нормы. На северо-западе страны суббота будет ветреной. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях дождь и мокрый снег. Ожидаются при температуре ночью 0-5 градусов, днем плюс 2-7. В воскресенье на градус теплее, осадки ослабеют, а в Псковской области прекратятся совсем. На северо-востоке европейской территории находится мощный циклон. Он станет причиной ненастной погоды в Коми, Ненецком автономном округе, а также в Архангельской и Вологодской областях. Снегопады, метели, ветер с порывами до 17-22 метров в секунду, местами с мокрым снегом. Преобладающая температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем около нуля. Это северные районы, а для юга тоже прогноз со знаком минус или все-таки есть надежда, что потеплеет? Теплой погоды можно ждать не раньше середины следующей недели. А пока, к сожалению, в ночные часы термометры покажут до минус 4 градусов, а в Ростовской и Волгоградской областях даже до 10 мороза. Днем в низовьях Волги и Дона 7-12 тепла, на Северном Кавказе до плюс 15. Завтра местами еще пройдут дожди в Волгоградской области и в предгорных районах с мокрым снегом. Воскресенье уже без осадков. В Крыму в субботу сохранится прохладная погода с ночными заморозками и температурой днем плюс 11-16 градусов. В воскресенье полуостров окажется под влиянием южного циклона, начнутся дожди, которые усилятся в начале следующей недели. В Санкт-Петербурге в субботу снег с дождем, температура ночью 0,2, днем около 5 тепла. В воскресенье осадки прекратятся, воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. В Москве сохранится холодная погода с температурой на 3-5 градусов ниже нормы. По ночам 1-3 мороза, днем 3-5 тепла. Время от времени будет идти мокрый снег, ветер усилится до 15 метров в секунду. В начале следующей недели влияние на погоду начнет оказывать антициклон, поэтому осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться. По нашим расчетам, к следующим выходным уже до 5-10 тепла. Спасибо. Прогноз погоды представил наш дежурный синоптик Лариса Дружина. Продолжение следует...